Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья, и сегодня у нас будет необычный ролик. Ведь я наконец-то после небольшого перерыва возвращаюсь в Call of Duty Mobile и буду периодически выпускать по ней ролики. Например, сегодня мы с вами разберем некоторые фишки и лайфхаки из королевской битвы, сетевого режима, да и в целом посмотрим, что изменилось в игре. А изменилось очень многое. Также напоминаю, что Call of Duty Mobile абсолютно бесплатна и доступна на Android и на iOS. Так что можете прямо сейчас поставить её на скачивание, а после видоса пойти практиковаться и применять советы в деле. Ну а сейчас устраивайтесь поудобнее, наливайте самый вкусный чаёк, ну а мы начинаем. Итог, наконец-то мы в игре. На днях тут как раз вышел ивент с крепким орешком и рэмбо, поэтому сегодня будем играть именно за них. Также с нашего последнего визита в игру добавили много новых карт и режимов. Но сегодня остановимся именно на советах для новичков. Я расскажу вам, что нужно делать перед игрой, во время игры, какие настройки поставить и так далее. В общем, полный гайд и как побеждать в игре. И к слову, даже те, кто играет более-менее профессионально, смогут подчеркнуть для себя что-нибудь новое. И для начала начнём с королевской битвы. Самое первое, что вы должны сделать, это изучить все ящики на карте. Сделать это можно либо самостоятельно, либо поискав карты в интернете. После того, как вы запомните, где находятся ящики во всех локациях и спотах, нужно приземляться всегда только на них. В них вы сразу залутаете лучшее оружие, патроны к нему, а также различные дополнения к оружию, включая увеличенный магазин. И пока враг, приземляясь рядом, будет собирать непонятный лут, вы уже будете вооружены до зубов и сможете его прикончить. Так что запомните, ящик на старте даёт вам огромное преимущество в бою. И, кстати, про оружие. Конечно, всё оружие в игре хорошее и чем-то уникальное, но у каждого есть свои фавориты. Например, у меня это АК-47. Так вот, всегда делите слоты оружие и самое любимое располагайте в первом слоту. Тогда при встрече с врагом вы не будете путаться и думать, какой же слот тыкнуть. Нужное оружие всегда должно находиться в слоте номер 1. Передвигаясь по карте, не забывайте пользоваться зиплайнами. Ведь это, пожалуй, лучший способ передвижения в игре. На машине ехать шумно, пешком бежать долго, а вот зиплайн — настоящий компромисс. Главное запомнить, где они располагаются, а далее можно преодолевать большие расстояния бесшумно и незаметно. Да ещё и с огромной скоростью. Следующий совет касается сноуборда. Чаще всего борт активируют стоя, а затем не понимают, а для чего он вообще нужен. И ведь кажется, что пешком пройти быстрее. Но на самом деле сноуборд нужно активировать именно на бегу, чтобы не терять момент старта. И тогда он будет катиться с довольно большой скоростью, и от него будет смысл. Также многие игроки неправильно используют адреналин. А именно делают это лёжа. В таком положении вы очень неподвижны, становитесь сильно уязвимы для противника. А вот правильно использовать адреналин можно двумя способами. Первый — это присесть и далее мансить из стороны в сторону. Ну а второй — это просто скользить, желательно за каким-нибудь препятствием. Тогда враг не сможет по вам попасть, и вы спокойно отхилитесь. Но чтобы стать настоящим профи, необходимо также поработать с настройками. Для начала заходим в настройки управления и сдвигаем джойстик быстрого бега чутка вниз, а затем сохраняем. Объясняю, для чего это нужно. Когда вы хотите активировать быстрый бег, вы тянете джойстик сильно вверх и теряете драгоценное время на небольшую заминку. Да, она очень небольшая, но поверьте, в определённых случаях может стоить вам жизни. Также заглянем и в настройки звука. И тут нас интересует пункт с окружающими звуками. Это звуки, которые вы слышите на фоне в различных локациях, и в каждой локации они разные. Если вы пришли в игру жёстко побеждать, а не наслаждаться звуками природы, то советую их отключить. Так вы будете намного лучше слышать шаги врагов и не будете отвлекаться на звуки окружения. Ну и наконец, советую увеличить сенсу кнопки глазика примерно до 300. Так вы сможете намного быстрее чекать противников вокруг и тратить на это меньше времени. Что ж, вроде бы с советами по королевской битве разобрались. Теперь предлагаю перейти в сетевой режим и разобраться с ним. В сетевом режиме самое главное это стрельба, поэтому для начала стоит заняться именно ей. Для этого заходим на тренировку и учимся контролировать вертикальную отдачу абсолютно у всех оружий. Покажу вам на примере вот этого оружия. Вот так он стреляет, если мы ничего не делаем. А вот так, если зажимаем в одну точку и контролируем отдачу. После того, как мы научились контролировать оружие, нужно очень детально изучать карты. Ведь именно зная карту вдоль и поперек, а также различные секретные споты и прострелы, вы сможете на них побеждать. Для наглядности я покажу вам некоторые из секретных мест. К слову, первая локация прямо сейчас на вашем экране. Вторая локация находится на карте Firing Range. Здесь, допустим, стоит противник и выцеливает склад. А мы его обходим, заходим за склад. А здесь в запоре нам нужно нащупать прям такой маленький-маленький пиксель. Мы его нащупываем, и там проглядывается наш враг. Теперь можем стрелять, и если вам повезет, то с первого раза врага вы убьете. Если же нет, то максимум 2-3 раза. Так что вот так берите на заметку. Локация номер 3 находится на карте High Race. Здесь все куда интереснее. Нам нужно залезть на этот подъем. Далее прыгаем на балку, которую держит кран. Бежим по ней, прыгаем на сам кран. Аккуратно залазим, главное здесь не упасть. Далее чуть прикипаемся и бежим по крану прямо к зданию. Как добегаем до края, нам нужно нащупать опять же пиксель и зацепиться за краешек здания. Прям за самый краешек. Цепляемся и аккуратно-аккуратно ползем вот на эту кабинку. Далее залезли, осмотрелись и проходим прямо по карнизу. Идем-идем-идем и залазим вот в эту вот будочку маленькую. Заползаем туда и теперь можем выцеливать весь спот, где стоит вертолет. Тут часто бегают враги, часто они снайперят, как например вот этот вот. И их можно спокойно брать и вырубать. Следующая локация находится на карте Crash и скорее актуальна для захвата точек. Нам нужно вот это здание двухэтажное. Забегаем внутрь и поднимаемся на второй этаж. А здесь нужно заберегнуть прямо вот на карниз балкона в уголке. Прыгаем на него и отсюда можем выцеливать спаун противника. Там часто сейчас люди снайпят опять же, особенно в захвате точек. Здесь важно прострелить дырку от забора. Нам нужно ее прострелить и попасть прямо в противника. Тогда вы его убьете с одного выстрела. Если попадете прямо в решеточку, тогда противник сразу не умрет. Нужно будет попробовать еще разок. Ну и наконец пятая локация, хотя их в игре намного-намного больше. Уж десяток так точно. Карта стендов, заходим вот в этот вот синий дом и поднимаемся на второй этаж. Далее с окна прыгаем на подоконник и с подоконника выпрыгиваем наружу. Тут мы как бы садимся на такой невидимый подъемчик. И далее выцелим вот эту вот синюю табличку. Тут весь фокус состоит в том, что мы сквозь эту табличку, точнее за ней, можем проглядывать снайперское окно, которое находится прямо вот на медле. Тут видите стоит челик и снайпит. Нам нужно его выцелить и вот так вот аккуратненько сбрить. Локации карта очень популярны, так что обязательно берите на заметку. Очень хитрый способ. Зная карты и умея контролировать отдачу, вы гарантированно всегда будете в первых рядах. Поэтому тренируйтесь. Ну а на этом у меня сегодня все. Надеюсь вам понравилось. Напоминаю, что Cloud Duty Mobile абсолютно бесплатно и доступно на Android и на iOS. Так что скачивайте, применяйте советы, которые рассказал сегодня, и врывайтесь на поля сражений. А я с вами прощаюсь. С вами был я, Илья и Кейсеникс. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.